пряжа я использовала стопроцентная шерсть она довольно толстая вот у нее индекс 5 рекомендуемые спицы 6 миллиметров я использовала 5 миллиметров и в 100 граммах 105 метров у меня ушло пряжа чуть больше трех моточков три с половиной моточка значит 350 метров и 350 грамм так по размеру кофты она получается на размер с либо м отлично подойдет потому что вот это все тянется из-за спущенных петель она хорошо растягивается и получается 40 сантиметров ширина и высота если вот берем этот я свернула ну или давайте вот от начала горловины 40 сантиметров и сама горловина если сложенном виде 8 сантиметров развернутом виде 16 сантиметров рассчитывать как рассчитать количество петель я думаю что если у вас больше размер то можно просто добавить вот сюда еще изнаночных петель либо добавить еще косичку но мне нравится что центральная косичка посередине если делать 5 косичек то это будет слишком много если только уменьшать размер самой косички не не 8 и 8 петель делать а например 6 и 6 то же сам аналогично по 3 переплетать мне по 4 в общем это вам нужно рассчитать самим можете использовать мою схему которую я приложила и просто начертите сделать расчета где у вас что будет соответствии с вашим размером я набрала 128 петель обычным способом и провязала резинку 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные 10 рядов спицы у меня 5 миллиметров я распределила узор так что у меня будет 3 3 косички и между ними спущенные петли если у вас другой размер просто добавьте еще одну или две косы также я повесила маркер где у меня вязание делится пополам на перед и спинку так как первые 64 петли я буду вязать по этой схеме и затем следующие 64 петли я буду просто повторять эту же схему сначала в первом ряду нам нужно будет сделать 2 накида и поэтому также в первом ряду сделаем убавление двух петель так как два накида мы добавили две петли и также значит нам нужно сделать убавление двух петель и это мы сделаем только один раз далее при повторе раппорта то есть раппорт у нас высоту 858 рядов и когда мы провяжем и начнем заново первый ряд мы уже не будем делать накиды и убавления мы провяжем все просто по рисунку и так первый ряд вяжем по схеме по схеме у нас на 4 лицевые затем 2 накида и убавление двух петель провяжем 2 снимем две петли следующие провяжем эти две петли переснимем на провязанную и далее у нас будет идти узор косички эта петля будет к ней тоже относиться косичка состоится из 16 петель значит вот один и провязываем еще 15 лицевых 2 16 далее повторяем 2 накида убавления двух петель и вяжем дальше 15 петель лицевых прорезали 15 петель делаем опять 2 накида убавления двух петель и далее опять вяжем в конце последние косички провязываем 14 петель делаем убавления двух петель затем два накида и 4 лицевые далее повторяю все схемам сначала после маркера это у нас был перед теперь также вяжем спинку второй ряд вяжем все петли лицевыми где у нас накиды потом мы эту петлю скинем и нас будут вытянутые петли но сейчас я вязать их изнаночными первую петлю накида изнаночная вторую петлю изнаночная скрещенную то есть вот сюда заводим вот так и провязываем скрещенную изнаночную далее все лицевыми третий ряд 2 петли снимаем на вспомогательную спицу оставляем перед работой следующие 2 провязываем лицевыми затем провязываем 2 петли со вспомогательной спицы лицевыми далее у нас идет 2 изнаночные там где у нас были накиды и затем перемещение петель направо снимаем 4 петли оставляем их за работой провязываем следующие 4 петли лицевые и затем 4 петли со вспомогательной спицы провязываем лицевыми далее идет перемещение петель налево снимаем 4 петли оставляем их перед работой следующие 4 петли провязываем лицевыми и затем провязываем 4 петли со вспомогательной спицы далее 2 изнаночные и дополняем также перемещение петель и в конце переда делаем также перемещение 4 петель направо вначале мы делали налево в конце делаем направо оставляем 2 петли за работой провязываем две лицевые затем провязываем 2 лицевые со вспомогательной спицы так повторяем на спинке также выполняем перемещение 4 петель сначала влево затем 2 изнаночные затем перемещение в 8 петель сначала вправо затем влево и так до конца ряда ну и все далее 4 5 6 ряд вяжем по рисунку все где лицевые лицевые где у нас накидом 2 изнаночные вяжем изнаночными в седьмом ряду делаем переплетение только по краям вот эти два переплетения 4 петель 8 ряд вяжем все по рисунку и далее начинаем раппорт заново с первого ряда и первый ряд вяжем все по рисунку уже не делаем накидов потому что накид нам нужен был накид и убавление нужны были для того чтобы в конце вязания скинуть эти две петли чтобы у нас были спущенные петли то есть в девятом ряду вы вяжете просто все по рисунку вяжем на нужную нам высоту до пройма у меня это 25 сантиметров сейчас у меня первый ряд узора где все петли идут лицевые и будем вязать отдельно перед и спинку вывязывая пройму для рукава вот эти три петли закрываем так обычным способом 1 2 3 далее вяжем все по узору довязали до маркера разворачиваем вязание и закрываем 3 петли с этой стороны 1 1 2 3 далее вяжем все по узору закончила второй ряд изнаночный и петли спинки я пересниму на нить для удобства пересняли спинку на нить и продолжаем вязать перед сейчас у нас третий ряд и нам нужно спустить вот эти две петли чтобы сделать дорожку из снятых петель кромочную провяжем лицевой далее эти две петли и сбрасываем и можно распускать это все затем две петли наберем следующим образом вот так далее у нас идет по по узору переплетение косы делаем переплетение косички 4 петли снимаем оставляем за работой далее вяжем все по рисунку и и и и продолжаем вязание вот эти петли которые идут после косички мы их пока не трогаем вяжем изнаночными и потом когда придет их время около горловины мы их также спустим в конце ряда также эти две петли спускаем и набираем две петли и последнюю провязываем изнаночной далее изнаночный ряд все петли вяжем по рисунку провязали четвертый ряд изнаночной в пятом ряду закрываем 2 петли 1 и далее идет все по рисунку как у нас идут петли шестом изнаночном ряду закрываем с этой стороны две петли далее вяжем все по рисунку по узору далее в седьмом ряду также делаем убавление одной петли далее вяжем все по рисунку в восьмом ряду изнаночным также закрываем одну петлю и так я провязала на начало проймы 16 сантиметров у меня получилось это один два три четыре рапорта и в конце четвертого рапорта сейчас я остановилась на седьмом ряду то есть я должна вязать седьмой ряд узора и теперь мы сделаем следующим образом отложим провяжем все по узору и отложим петли центральной косички на нить для дальнейшего ввязывания горловины и так провязали седьмой ряд у нас тут все петли лицевые здесь мы 2 изнаночные пока оставляем и переснимаем на ниточку центральные петли центральной косички 16 петель вот так пересняли теперь и разворачиваем вязание и будем вязать правую полочку это было седьмой ряд сейчас сейчас идет восьмой ряд вяжем все по рисунку все петли вяжем изнаночными 2 лицевые остальное изнаночными далее у нас идет первый ряд узора снимаю все петли вяжем лицевыми провязали все петли лицевыми теперь нам нужно спустить вот эти две петли я верну вот эту петлю обратно на спицу так вообще чтобы вас не распустилась как у меня сейчас произошло нужно одну петлю косички оставить на этой спице а остальные петли переснять на ниточку сейчас я вернула вот ну вот так иначе вот она распускаться начинают так я провязала пятый ряд по узору сделать в третьем ряду 4 изнаночные 5 ряд пересняла провязала и пересняла на ниточку для сшивания плеча здесь будьте внимательны чтобы у вас не распустилась сама косичка прикрепляем нить от моточка и приступаем к вязанию левого плеча здесь я одну петлю взяла от косички средней и вижу ее лицевой следующие две петли я спускаю изнаночные и далее провязываю все петли лицевыми вот у нас все хорошо спускается петли здесь все держится с этой стороны я также закончила пятым рядом провязав пятый ряд и пересняв петли на нить теперь аналогично приступаем к провязыванию спинки связали спинку до пятого ряда вернее закончили четвертый ряд сейчас должны вязать пятый лицевой ряд считаем количество рапортов чтобы совпадало с передом 1 2 3 4 5 6 7 8 даже из перед также на 1 2 3 4 5 6 7 8 и теперь провяжем последний ряд спинки вместе по спинке у нас получилось 42 сантиметра высота итак вяжем последний ряд спинки лицевой пятый ряд все петли у нас этот лицевые доходим до 2 изнаночных петель которые мы должны спустить вот у нас 2 изнаночные мы просто их спускаем и вяжем дальше лицевые так же сделаем и с этой стороны просто спускаем петли и вяжем дальше лицевыми провязали до конца пятый ряд теперь можем распускать эти петли вот как провязали пятый ряд переснимаем 16 петель для одного плеча 16 петель для головины и 16 петель для второго плеча наворачиваем на изнаночную сторону складываем плечи лицевой стороной друг к другу здесь у нас оставлены длинная нить для сшивания плеча берем крючок и будем сшивать плечи продеваем крючок в одну петлю затем во вторую протаскиваем нить затем также следующие петлю в петлю с одной спицы в петлю с другой протаскиваем нить сбрасываем петли и продеваем через предыдущую и так выполняем шов шов продеваем через одну через вторую и провязываем вот у нас получается косичка после того как сшили плечи берем спицы 40 сантиметров круговые спицы переснимаем петли с ниточки на спицу затем прикрепляем нить и поднимаем петли по линии плеча здесь вот где у нас плечо я поднимаю 20 петель далее вот мы дошли поднимаем просто захватываем стараемся распределять равномерно это все сейчас и дальше покажу далее доходим до переда я пересняла петли переда на отдельную спицу убираем нить и провяжем их просто все петли лицевыми чтобы добраться до следующего места где у нас плечо вот провязали у нас перед далее поднимаем петли здесь такая путаница стараемся захватывать все это так чтобы красиво например я вот так буду захватывать одна петля далее вторая третья четвертая 5 смотрим так захватить чтобы у нас не было больших дырочек здесь вот здесь над спущенными петлями я 6 петель набираю и так стараемся распределять до плеча 10 петель и после плечового шва 10 петель поднять вот тут косичка и вот за нее подхватываем так тут у меня 6 7 8 9 10 вот так вот здесь поднимаем как вот просто под 2 подхватываем потом за одну потом под 2 вот так набрали всего 72 петли вешаем маркер и вяжем резинку 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные я провязала на высоту 16 сантиметров и теперь буду закрывать петли обычным способом провязываем лицевую лицевую и закрываем где изнаночные петли вяжем изнаночную и протягиваем предыдущую через провязанную и так у нас получается цепочка закрытых петель продолжаем так закрывать до конца ряда в конце протягиваем нить через последний через последнюю петлю и обрезаем кончик нити затем его спрячем аккуратно пройму рукава я решила не обвязывать резинкой 2 на 2 потому что мне нравится как здесь оформлен получился хороший край в виде рельефа косички я оставлю так только единственное спрячу кончики вот здесь как-то надо это подтянуть красиво нить и спрятать все хвостики вот это вот просто соединим отсюда и все ниточки подтянем так чтобы было красиво подошьем не все издельная будет готова